Замечательная Руслана Кручек, соосновательница, бренд-менеджер и директор VR Production. Это независимая аудиоагентация, которая создает звуковую айдентику для игр, брендов и положений. Передаю вам слово, Арсен. Спасибо большое. Да, мы только VP Production, но это не страшно. Нас периодически пытаются дозвать иначе, я уже привыкла, поэтому все окей. Мы действительно создаем звуковые айдентики для игр, брендов и приложений. Мы фактически создаем звуки, музыку, сонтреки и продюсируем голосовое озвучивание для разных абсолютно продуктов, в том числе игровых. И у нас есть свой определенный подход, о котором я сегодня упомяну. Именно то, что позволяет нам говорить вот это модное слово айдентики в самом начале нашего дескрипшена. Вот, да, собственно, немного обо мне. Я действительно являюсь всеми вот теми должностями, которые перечислила Евгения, потому что, ну, агентство у нас маленькое и независимое. Собственно, инди-дух жив в нас, поэтому действительно я делаю много чего в нашем агентстве. Но основное, что вам важно, пожалуй, знать в рамках сегодняшнего доклада, это то, что я принимаю непосредственное участие в создании звукового оформления, давайте так, аудиооформления игр в том числе. Потому что, собственно, я занимаюсь маркетинговой частью разработки этого всего, и, собственно, об этом сегодня будем мы с вами разговаривать. Давайте коротко вообще о том, как менялось отношение к аудио, к игровому аудио в русскоязычном сегменте геймдева. Когда мы начинали пять лет назад, ситуация была патовая, на самом деле, потому что было очень много разных приколдесов. В основном не смешных, правда, но их было очень много. Некоторые я привела вот здесь вот на слайде, и о них расскажу чуть-чуть. То есть нормальная ситуация была, когда приходил клиент и говорил, знаете, у нас как бы релиз через неделю игры, мы вот хотели бы звук туда. Типа, теза нет, ничего нет, но как бы надо озвучить. У нас, если что, про пиратов. И ты такой, класс, что с этой информацией мне делать, как это за неделю вообще что-то успевать от препродакшена до имплемендации в проект? Потому что, опять же, всем надо было, чтобы человек, ну, учитывая, что тогда в основном были одиночки, типа, для того, чтобы один человек умел делать все вообще, и звуковой дизайн, и музыку писать, и желательно подзвучить, и потом это еще имплементировать в проект. Вот. Неделя, на самом деле, это был еще более-менее такой нормальный дедуайн в сравнении с тем, что регулярно к нам приходили заказы, что вот игра выходит завтра, ее нужно уже озвучить. И ты такой, здорово, то есть, в какой мире вы живете, непонятно. Был такой вопрос, обычно не мой. Собственно, также была нормальная тема, что приходит клиент и говорит, мне нравится музыка Циммера, опять же, например, у нас игра про пиратов, вот, знаете, пираты Карибского моря, вот, классный саундтрек, вот, нам бы вообще такой же на самом деле. Можно вот как-то написать то же самое, просто чтобы мы могли использовать это в своей игре, потому что, естественно, о лицензировании треков Циммера речь как бы не шла. Собственно, да, ТЗ, которая состояла только из референса треков Циммера, например, и пожеланием скопировать их, это тоже была, к сожалению, нормальная практика. Или, например, ТЗ, где было написано, что вот, смотрите, звуки вот мы хотим из этой игры, джинглы мы хотим вот как из другой игры, а музыку как вот в третьей игре. Как думаете, это будет звучать нормально? Хотя, на самом деле, этот вопрос даже не задавался, просто была задача, типа, сделайте вот как в трех разных играх, и чтобы это звучало потом еще все вместе целостно. Естественно, это никогда не получалось, потому что, ну, блин, если выбираются три абсолютно разные игры, конечно, если скопировать отдельные части из них, они не будут звучать вместе, ну, никаким образом хорошо. Ну, и еще мой любимый, наверное, пример, это когда приходил клиент и говорил, знаете, мы уже нашли частично вообще стоковые какие-то ассеты, то есть там музыку, звуки мы подобрали. Мы просто не можем найти вот нормальный звук, например, падение монеты или звук там какой-нибудь воды. Вот можете сделать так же, чтобы звучало хорошо с вот теми остальными стоковыми. На самом деле, я против стоковых ассетов кардинально ничего плохого не имею, уже сейчас пять лет спустя, и мы о них поговорим. Но вот этот вот подход, залатать дыры хоть как-то, это, конечно, не очень приятно для исполнителя, не очень эффективно для продуктов в целом. Но, собственно, ситуация с тех пор успела измениться за вот эти пять лет, которые мы функционируем как агентство. На самом деле, я это связываю, во-первых, с тем, что появилось гораздо больше специалистов в индустрии за это время, во-первых. Во-вторых, во время начала вообще ковида, локдауна и так далее, очень много специалистов, аудиоспециалистов смежных сфер поприходило в гейминдустрию. И, собственно, да, это позволило создавать больше кастомного, то есть больше кастомной музыки, больше кастомных звуков. Я не говорю о качестве этих кастомных звуков, то есть, типа, они были самого разного качества, в зависимости от того, какого специалиста кто себе отхватил, за какие деньги и на каких условиях. Но, да, вздвиг в кастомность точно произошел. Во-вторых, я думаю, это произошло из-за того, что усилились вот эти вот требования по поводу прав интеллектуальной собственности. То есть, поняли в какой-то момент, что со смежными правами возиться как-то не хочется. Хочется иметь полностью, как бы, все права на аудиоматериал в игре. Поэтому, собственно, у некоторых студий попоявлялись и ин-хаус специалисты. И, опять же, я не говорю, что кто-то лучше там ин-хаус аутсорс, это неважно. Есть аудиоспециалисты, их стало больше. Это здорово. По каким-либо причинам это произошло. И, действительно, шифт в сторону вообще какой-то уникальности, то есть, он произошел. Но, как бы, некоторые вещи не изменились за эти пять лет. Возможно, они стали лучше. Возможно, они не сильно сдвинулись. Тут я оценить, наверное, не смогу. Но, на самом деле, то, что осталось неизменным, это личные предпочтения разработчиков и клише. Все еще приходится с этим сталкиваться. Это все еще довольно большая проблема. И даже не для аудиоспециалистов, в первую очередь, это очень большая проблема для продуктов, собственно, игровых продуктов. Давайте, я не знаю, разберемся, почему, как, что с этим можно делать и вообще, есть ли в этом смысл. Собственно, почему же кастомной музыки больше недостаточно для успехов игровых продуктов? Тема лекции, класс. Собственно, да. Почему кастомной музыки, если она даже кастомная, но при этом на нее вот это вот влияние личных предпочтений разработчиков и клише вообще какой-то ниши, почему это не принесет какой-то успех дополнительный проекту. Ну, единственный ответ, который на это есть, это потому, что сейчас конкуренция в вот этой среде, в сфере, вообще в сфере каких-то развлечений, она сейчас сильно просто как никогда. Да, опять же, карантин очень сильно этому поспособствовал. Людям в целом нужен классный, нужен классный экспириенс, какие-то вообще впечатления людям нужны. Способов получить эти впечатления в жизни, ну, не так уж и много, давайте так. И если раньше, например, можно было найти что-нибудь в оффлайне, гораздо больше всего было, сейчас вы сами знаете ситуацию, да, она чуть-чуть сейчас ослабилась, с новыми штаммами она может усиливаться обратно. То есть, соответственно, у людей выбор вообще каких-то элементов досуга, он как бы сократился к тому, что они могут получать, не отходя, скажем, от своего уютного дивана. Соответственно, игр сейчас просто, вы сами знаете, как много, как много выходит их каждый день, просто тысячи выходят каждый год. И, соответственно, конкурировать с ними всеми, ну, то есть, это сложно. Помимо того, что приходится отдельному игровому продукту конкурировать с остальными всеми вот этими тысячами игровых продуктов, ему еще также приходится конкурировать с тем же Netflix, потому что, я не говорю сейчас о том, что Netflix сделал свои игры, пока они еще сыры, понятное дело, но Netflix как провайдер, скажем так, досуга и каких-то экспириенсов, он очень сильный конкурент, а помимо Netflix есть еще всякие разные стриминговые сервисы, поэтому, да, с ними всеми нужно конкурировать. И тогда, как вот у больших игроков индустрии, что гейм-деф индустрии, что у больших игроков вообще в целом индустрии досуга и развлечений, есть большие возможности, как финансовые, так и по человеческим ресурсам, так и по созданию вообще продуманности и глобальности вот этих вот экспириенсов, у маленьких тайтлов, у средних тайтлов эти возможности ограничены. И одна из тех штук, которая может помочь вообще более маленьким игровым продуктам прорваться и стать где-то на один уровень, я не знаю, с ААА тайтлами, это по факту музыка, потому что, ну давайте так, в целом, игровой аудио, потому что на самом деле на все остальные элементы игрового продукта, будь то, я не знаю, нарратив, визуальный стиль, механики какие-то, в целом геймплей как общность вот этого всего, да, можно сделать это круто, можно это сделать очень классно. Вы сами знаете кучу-кучу примеров, я уверена, но сделать это на том же уровне, что ААА тайтлы, ну это очень сложно, очень энергоресурсозатратно, и не факт, что получится. А музыку можно сделать, и это действительно так, и поэтому, собственно, мы будем сосредотачиваться преимущественно на музыке в этом докладе, на игровой музыке, и как она может стать золотым билетом в счастливое будущее игрового продукта. Собственно, да, коротенько о Gen Z, о том поколении, которое сейчас просто захватывает мир и так далее, меняет правила игры во многих сферах. Собственно, то, что важно о них знать, это то, что они, 28% вообще людей, которые любят музыку в поколении Gen Z, находят новых сейчас исполнителей для себя через игровые саундтреки. И, на самом деле, я со многими людьми обсуждала этот вопрос. Это реально так. Я думаю, возможно, кто-то из вас узнал о такой прекрасной группе Low Roar благодаря саундтреку к Death Stranding. Я точно узнала об этой группе оттуда, собственно. И, на самом деле, таких примеров очень-очень много. И этот факт, он как бы классно, наверное, работает для, в первую очередь, для исполнителей, потому что они понимают, что нужно добавлять, каким-то образом попадать в какие-то игровые саундтреки. Но о чем еще говорит этот факт неявный. Возможно, это о том, что люди из покорения Z, они реально слушают эти саундтреки. Они реально для них важны настолько, что они потом идут и ищут этих исполнителей, чтобы вообще продлить, опять же, вот этот вот экспириенс, который они получили в игре. И да, и еще они гораздо более вероятно купят виниловые вообще пластинки, чем любой другой любитель музыки из других поколений. Джин-Зи покупают виниловые пластинки гораздо чаще, чем даже миллениалы. Хотя, опять же, где виниловые пластинки, где Джин-Зи? Как они вообще так вообще связались? Ну, видимо, это вот то самое явление постностальгии, поэтому, да, это тоже важный факт, к которому мы, ясно, вернемся чуть-чуть похоже. Мой любимый, наверное, факт за последнее время, я его в нескольких докладах уже упоминала, потому что это реально очень круто, и это то, что показывает, насколько вообще музыка — это сильный маркетинговый инструмент. Это то, что игра Roblox привлекла более 36 миллионов посетителей в игру, собственно, благодаря виртуальному шоу Lil Nas X. И, естественно, это виртуальное шоу не единственное в своем роде. Все прекрасно, я уверена, наслышаны о фортнайтовских шоу, там и Ариана Гранда, и Трэвис Скотт, и все такое. Вот, но Roblox уступал некоторое время по популярности фортнайту, и опять же, ну, то есть, типа, даже я до какого-то времени вообще не знала и не слышала об этой игре, но благодаря вот такому, как бы, инфоповоду они не только расширили вообще бренд-авернесс свой, ну, то есть, типа, знание о своем бренде об этой игре, они еще привлекли 36 миллионов людей в нее. При этом, естественно, всех этих людей заставили там зарегистрироваться, то есть, у них есть уже такая очень серьезная база людей для тех же email-рассылок и так далее, для ретаргетинга. Это очень-очень круто, и на самом деле Lead Magnitude сработал как надо. Вот. Соответственно, да, музыку пора уже начать использовать как маркетинговый инструмент, а не просто какой-то кастомный ассет, в своем игровом проекте, потому что это действительно может помочь. То есть, это работает не только для каких-то больших игроков. Вот в том-то и прикол, опять возвращаясь к той теме, в чем, ну, то есть, чем можно подняться до уровня какого-то AAA. Понятное дело, вы никогда не перегоните их в маркетинге. У вас, скорее всего, нет таких бюджетов, тех миллионов, которые они выделяют на маркетинг, только на него. И, соответственно, вы не сможете такой же охват сделать, но вы можете примерно такой же классный engagement сгенерировать. То есть, да, может быть меньше, но он будет качественным для вас, это будет уже означать продажи, и в любом случае это очень-очень круто, и это не требует таких уж, как бы, затрат. Плюс вы убиваете, по факту, двух зайцем вообще одним выстрелом, потому что вы уже, работая над музыкой, вкладывая деньги в свою игровую музыку, вы уже как бы потенциально вкладываете деньги в свой маркетинг. Соответственно, коротенько о том, как можно вообще использовать музыку как инструмент маркетинга. Во-первых, это сделать ее частью фан-сервиса, либо собрать какую-то аудиторию с помощью музыки. Опять же, тот же кейс с Lil Nas X, это вот тот кейс, когда аудиторию собрали благодаря имени просто исполнителя. То есть, если вы знаете, что вашей аудитории нравится какой-то исполнитель, вы просто с ним коллабитесь. Это работает и с большими исполнителями. Ну, если у вас, естественно, например, нет денег на них, это может сработать с более нишевыми исполнителями. Это может сработать даже с исполнителями, которые известны на каком-то отдельном условном дискорд-сервере. То есть, это все равно соберет какую-то аудиторию вокруг такого инфоповода. Можно собрать деньги на Kickstarter для того, чтобы, например, привлечь какого-то музыканта. Есть несколько таких кейсов, и они реально классно сработали. Во-первых, это краудфандинг, который тоже классно повышает awareness о продукте. Во-вторых, потом вы получаете аудиторию этого исполнителя. Это очень здорово. Из кейсов, опять же, тот же кейс Вальгалы, Assassin's Creed, когда привлекли композиторов, которые работали над предыдущими частями, Сару Шахнер и Яспера Кюда, который вообще автор AdSales Family. Это сгенерировало кучу уже обсуждений еще до момента выхода саундтрека и до момента выхода игры. То есть, это очень классный кейс тоже. Собственно, второй способ — это сделать релиз саундтрека частью вашего маркетингового плана. Естественно, здесь заложено в этом совете еще то, что у вас должен быть маркетинговый план по продвижению вашей игры, какие мероприятия вы собираетесь проводить для того, чтобы привлечь внимание к своему продукту. И, собственно, релиз саундтрека должен стать частью этого маркетингового плана, потому что, опять же, это генерирует вовлеченность в ваш контент, вовлеченность, ну, то есть вообще внимание какое-то к вашему продукту. И, как говорят прекрасные друзья из GTP Media, вашу игру, кто-то должен ждать на выходе, чтобы купить ее. Поэтому, да, релиз саундтрека прекрасно подогревает вообще этот интерес. Заставьте людей говорить о вашем продукте, о вашей музыке игровой. Вы можете либо завируситься, попробовать, можно это сделать с помощью TikTok, например. Прекрасный сейчас был недавно кейс с Life is Strange, то есть саундтрек из Life is Strange использовали там в тренде одном, типа, когда ты делаешь вид, что ты игровой персонаж, который не может условно что-то сделать, пока не выполнит другое действие. Вы можете попасть в разные, например, подборки саундтреков. Они есть как курируемые, так и, ну, курируемые, я имею в виду, стриминговыми сервисами типа Apple Music или Spotify. Есть приватные подборки саундтреков, туда попасть вообще очень просто, то есть на том же YouTube, то есть попасть и прокрутить свой саундтрек на новую аудиторию и привлечь ее с помощью него. Прекрасный вообще план. Либо же, например, вы можете создать музыку, которую будут оценивать критики, которая может собрать какие-то эворцы, либо хотя бы попасть в шорт-листы. Мы, например, с моим партнером Владом Фотниковым уже несколько сезонов судим номинацию в аудио-номинацию в IndieCup. Это конкурс инди-разработчиков. И на самом деле, опять же, за последние года три, наверное, ну, очень вскакнуло в качество аудио в игровых проектах. Оно стало реально кастом и все такое. Но вот сейчас следующий шаг. Им всем не хватает, практически всем, помимо победителей и большинства номинантов на шорт-лист, многим не хватает уникальности, не хватает вот этого чего-то эдакого, вот этой вот маркетинговой составляющей, которая бы помогала запомниться продукту. Но мы об этом сейчас вот прямо и будем говорить. Соответственно, несколько примеров еще очень быстро. Best Practice, так сказать. Опять же, тот же Dev Stranding с миллионом вообще релизов разных, саундтрека. Прекрасно. То есть весь кампейн маркетинговый по этой игре сопровождался какими-то релизами. Они наивинили на дисках диджитал-релизы, диджитал-релиз, диджитал-релизы. Ну, короче. Недавно в этом году выходил директор SCAT. Тоже подвязали релиз музыки, не вошедшие и все такое. То есть прекрасный вообще пример. То же самое касается уже упомянутой мной Вальгалы. Куча релизов, поддерживается прекрасно музыкальный маркетинг. Чудесно работает. У нас тоже были вот релизы в проектах, над которыми работали мы. Это Foxtail, Guide 2, Guide 1 тоже был диджитал-релиз. И, кстати, по просьбе аудитории, потому что это было почти, наверное, опять же, пять лет назад, четыре года назад, когда мы работали над первой частью Guide. Мы тогда еще не релизили музыку, не делали это частью какой-то вообще компании маркетинговой. Но просто пришла аудитория и говорит, знаете, мы хотим слушать музыку вне проекта, ну, то есть вне игры. Она лежит на стримингах, не на стримингах, она лежит на торрентах. И на самом деле нам бы не хотелось пиратить. Вы можете ее, пожалуйста, залить на стриминге. Мы вот вам даже принесли обошку для игры. То есть классно. Тоже зарелизили. Сейчас мы работаем над проектом Trash is Fun. Ребята делают эко-авернесс-игру о том, как звери-мутанты освобождают нашу планету от мусора и от зомби-мусора, потому что у нас тут глобальная катастрофа произошла и все такое. Собственно, ребята собирали на краудфандинге, как раз таки на краудфандинге, собирали деньги на саундтрек. Мы это увидели, решили помочь им бесплатно, для того, чтобы они смогли направить эти собранные деньги на маркетинг. И, в общем-то, мы уже релизнули главную тему этого проекта. Она вышла, ну, не на всех стриминговых платформах пока что, но там, опять же, на том же Ютубе, на Санклауде и так далее. Мы выпустили в поддержку этого релиза даже статью на Play.ua. То есть какая-то новая аудитория узнала об этом проекте благодаря музыке. То есть это очень круто, и это реально работает. Опять же, не потому что это делаем мы, а потому что, ну, то есть я вижу это на примере, как аудитория реагирует на подобные вещи. Собственно, опять же, как аудитория реагирует на подобные вещи. Аудитория пишет комментарии, в числе всего прочего. И если им что-то интересно или неинтересно, нравится, не нравится, люди обычно об этом говорят. И, соответственно, вот, например, о Guide 2, что писали люди до того, как вообще игра вышла, потому что саундтрек мы выпустили буквально на день раньше, чем игру. И уже тогда люди знали, что игра будет отличаться от первой части, о том, что там пропадут некоторые механики, кое-какие изменения в внешнем виде героини произойдут. И, соответственно, многие из них сомневались, стоит ли выкладывать деньги за вот эту часть, которая как бы не идеальная, и которого они ждали. Ну, вроде как она не такая, как они хотели. И люди, в принципе, меняли свое мнение. Благодаря тому, что вышел саундтрек, они послушали саундтрек и такие, блин, ну все-таки надо купить эту игру, потому что очень интересно понять, что же там происходит под такую музыку. После того, как люди играли в игру, они тоже писали комментарии. И это на самом деле очень важно, потому что если вы понимаете, что вы делаете не ту игру, которую все купят просто слепо, просто потому что она вышла. Опять же, вы вряд ли имеете такое прям огромное влияние, как какие-то айконик тайтлы вообще в этой сфере. И, соответственно, люди очень часто могут сомневаться о том, тратить свои деньги на ваш продукт или не тратить. И если они будут видеть среди всего прочего, то есть какие-то хвалебные отзывы о каких-то отдельных частях игры, это может очень позитивно повлиять вообще на количество покупок вашего продукта. Поэтому это тоже очень важно делать саундтрек, который будет вызывать такие эмоции, которые заставят людей идти делиться ими в комментариях о том же стиме или на ютубе, условно. Вот. Еще один прекрасный вообще способ продать игру с помощью музыки. Это игра «Лазды в Джун». Это вообще прекраснейшая игра, если кто не знает, очень рекомендую заценить. Она не такая длинная, она очень эмоциональная, она чисто для того, чтобы расслабиться, а потом хорошенько прорыдаться. Вот. Собственно, это игра, которая была вдохновлена музыкой британского исполнителя Стивена Вилсона. То есть, не знаю, может быть, кто-то знает его по сольному творчеству, может, кто-то его знает по группе «Поркупайн 3». Соответственно, в общем, людям просто очень зашел клип на песню «Drive Home». Там классный клип, вот из него кадр вы видите справа на гифке. Собственно, стиль клипа очень классный, он очень, сам клип сам по себе, очень эмоциональный, музыка вообще разрыв всего. И, соответственно, просто люди решили, а давайте мы сделаем игру по этим мотивам. И, естественно, с музыкой Стивена Вилсона. Они пошли, запечили ему эту идею. Стивен Вилсон сказал, не, ребята, я в этом участвовать не буду, пошли отсюда, вон, я вас не звал, вы кто такие. Зачем вообще игры? Он думал, что они делают что-то типа Call of Duty. Да, у него знания о геймдеве, вообще об игровой индустрии были очень слабые на тот момент. Он ничего не знал, но относился скептически, скажем так. Ну, ребята не сдались, пошли 10 месяцев пилили прототип, запилили, пришли еще раз, ему показали. Он такой, блин, а че же вы сразу не сказали, что это такая классная штука будет? Конечно, давайте делать. И, собственно, да, они вместе доделали этот продукт. Над игрой, над визуальным стилем работала в том числе режиссерка клипа Drive Home. Собственно, для того, чтобы все было вот очень правильно, очень так канонично. И по итогу продукт получился очень классный. И по большей части игроков привлекало то, что это по мотивам музыки Стивена Вилсона, и там играет музыка Стивена Вилсона, и большинство фанатов просто пошли и скупили эту игру. Хотя о... Не о студии это они не слышали, не об играх многие из них, ну, то есть многие из них не были активными, как бы, геймерами там или что-то такое. То есть они смогли охватить максимально широкую аудиторию, даже людей далеких от вообще всей этой индустрии, и продать им продукт. Ну, то есть это очень классный пример. Я считаю, это вот именно то, как это может работать. Ну, соответственно, плавненько вот так мы подошли к тому, что же вообще стоит за вот этой всей эффективной игровой музыкой, потому что, опять же, здесь должно быть что-то большее, чем просто кастомная музыка, опять без доклад так называется, соответственно, я сейчас вам буду об этом рассказывать. Во-первых, за классной игровой музыкой, классной я имею в виду той, которая способна продавать людям игровые продукты, стоит самое главное, стоит понимание вашего игрового продукта, потому что без этого, к сожалению, не только с музыкой могут быть проблемы или там какие-то неуспехи, скажем так, да и со всем остальным это может привести к не очень хорошим последствиям. То есть, во-первых, реально должно быть какое-то понимание игрового вашего продукта и скорее такое маркетинговое очень понимание, даже может брендовое какое-то, то есть вы должны понимать ваше позиционирование продукта, точки дифференциации его, какое обещание вы даете игрокам, то есть что вы им обещаете, какие экспириенсы вы им обещаете предоставить, какие эмоции, ощущения и так далее. То есть, опять же, возвращаясь к тому же дефстрендингу, если помните, никто особо не знал, что там будет в той игре изначально, потом появились шутки про то, что это симулятор глава и все такое, но на самом деле было понимание того, что эта игра будет давать тебе вот это ощущение какое-то одиночество, это ощущение какой-то, возможно, сложности, ощущение вот превозмогания чего-то, при этом еще какой-то медитативности, то есть, это было, в общем-то, понятно, и это собрало вокруг себя нужную аудиторию. Ну и плюс еще продало всей той кучи людей, которые не хотели этих опытов, а просто купили из-за того, что эту игру делал Хидео Акадима, но не суть важна. Собственно, у вас должен быть явно список ваших конкурентов, при том, как я уже говорила, как прямых, так и непрямых, чтобы вы понимали, с кем вы боретесь за внимание вашей аудитории. Естественно, у вас должны быть портреты вашей целевой аудитории, и вот в игровой индустрии я знаю, что есть такой спор о том, что невозможно классно таргетироваться на аудиторию, нет такого понятия, как целевая аудитория у игры, я с этим не до конца согласна, я согласна, что нельзя таргетироваться по демографии, то есть условно вот эта вот тема женщины 35+, или мужчины 30-45 не дает вообще никакой информации полезной, помимо того, что вы можете настроить таргетинг на фейсбуке по этим данным, но по факту здесь это плохо работает, потому что в одну и ту же игру может хотеть играть подросток, а может хотеть играть реально 35-летний разработчик, ну то есть программист, я имею в виду, пускай даже не игровой разработчик, то есть все упирается в то, какие задачи для этого человека, и какие задачи решает этот игровой продукт, и какие потребности закрывает та или иная игра. Условно, если речь идет о MMORPG, например, подростку интересно в нее играть, потому что у него, допустим, нет достаточного количества друзей, или он просто интровертный, замкнутый человек, но ему нужно где-то получать вот это общение и чувствовать себя каким-то частью чего-то большего, и точно так же, опять же, 35-летний разработчик может хотеть в общем-то всего того же самого, потому что на работе он особо ни с кем не общается, а дома ему типа хочется вот восполнить эти пробелы, то есть, как видите, нельзя их грести под одну гребенку, иначе это будет очень широкая выборка, чисто по там по возрасту условно, а по позициям рабочим, это вообще абсолютно разные вещи, там безработный подросток, там классно зарабатывающий программист, но задачи одни, потребности одни, поэтому портреты стоит прописывать вот как раз-таки по этим штукам, ну и естественно должны быть список каких-то базовых ассоциаций, которые вы хотите вызывать, потому что именно это то, что будет лучше всего запоминаться у людей, откладываться, и то, почему они будут среди своей библиотеки в мозгу находить ваш продукт и хотеть играть именно в него. Собственно, вторая штука, которая очень важна для создания, для создания эффективного игрового аудио, это понимание, ну то есть анализ вообще в целом ниши вашей конкурентов и целевой аудитории. Опять же, я не буду здесь сильно подробно останавливаться, потому что методов этого анализа может быть очень много, все зависит от того, как вы именно это хотите делать, какие результаты вы хотите видеть, то есть условно более подробные, менее подробные, сколько у вас времени и ресурсов на это все, но минимально вы должны понимать, как ваши конкуренты используют музыку, какая она в их продуктах, и как они используют аудио, музыку, в том числе для своих маркетинговых целей, решают ли они какие-то свои маркетинговые задачи с помощью игрового аудио, то есть вне контекста игры, а в контексте игры, как там все звучит, почему именно так оно звучит, то есть максимально вот это нужно понять. Нужно понимать потребности, как я уже говорила, и предпочтение вашей целевой аудитории. Это легче всего понять из комментариев. Опять же, вы анализируете конкурента, вы понимаете, как он звучит, вы идете, читаете, что аудитория имеет сказать по этому поводу. Ну, то есть, опять же, люди очень, очень охотно делятся своими опытами. Если у вас есть возможность проводить опросники, прекрасно, анкетирование, вообще супер, глубинное интервью, прекрасно. Если нет, хотя бы читайте комментарии, то есть, что, как, кому отзывается, скажем так. Ну, естественно, нужно понимать, какие бест-практисы есть в вашей нише и какие есть аудиальные клише. Опять же, для того же Trash is Fun я делала ресерч по кооперативным играм, таким фановым кооперативным играм, и оказалось, что в подавляющем большинстве из них звучит банджо, ну, потому что банджо — это весело. Соответственно, ага, вот первое аудиальное клише. Значит, банджо мы у себя в саундтреке не используем, потому что нужно дифференцироваться от тех вот конкурентов. А бест-практис, опять же, ищите что-то нестандартное, что зашло, как они отличались, эти кейсы, ну, то есть следите, попробуйте проследить причинно-следственную связь. То есть, опять же, например, тот же Silent Hill прекрасный бест-практис в мире хоррор-игр, в то время, как у многих игр в таком жанре звучит какой-то просто стрёмный эмбиент со скримерами и так далее. То есть, скримеры, я имею в виду, никогда выскакивает на тебя какое-то существо, а просто какие-то резкие звуки и всё такое, и флажелетики вот эти вот звучат везде. Ну, то есть, Silent Hill, да, вот это всё там тоже как бы частично было, но при этом ещё там была классная мелодичная вообще музыка, которая вот и запомнилась. При этом, опять же, эмбиент там не был просто, там тоже целая идея и концепция стояла за ним. Соответственно, вот прекрасный пример, почему это лучше, чем многое другое в этой нише. Да, собственно, вот на это нужно обращать внимание, естественно, это всё сводить в отдельный документик, чтобы можно было это легко анализировать и потом пересматривать и делать какие-то выводы. Ну, и последнее, не менее важное, это за любым классно работающим игровым аудио и музыкой в частности стоит классный аудиальный концепт и консистентность в выполнении и вообще во внедрении этого концепта в жизнь. И опять же, речь сейчас идёт не про инклементацию, речь идёт про креативную составляющую этого всего. Опять же, здесь может быть куча разных подходов. Всё зависит от ваших каких-то пожеланий, всё зависит от того, с какими специалистами вы работаете, как работают эти специалисты. Я расскажу о том, что работает для нас в нашем агентстве, то, что работает для наших клиентов. Опять же, здесь, ну, то есть, какие-то наши свои, как бы, локальные приколы есть, но я считаю, что этот, в принципе, подход неплохо масштабируется и для остальных проектов. Кроме гиперкэшен, пожалуй, вы это поймёте, я думаю, самостоятельно после того, как я закончу с этим слайдом. Собственно, да, как мы создаём игровое аудио и, в частности, музыку? Для начала мы создаём вот тот самый аудиальный концепт. Мы его создаём на основе вот этого вот анализа ниши целевой аудитории и конкурентов. То есть мы понимаем, как звучит ниша, мы понимаем, как звучат конкуренты, мы понимаем, что нужно нашей целевой аудитории, кто она, какие задачи мы для неё решаем. Соответственно, мы выдвигаем какие-то гипотезы, как мы можем решать эти задачи и при этом отличаться от конкурентов. На основании этого концепта мы создаём аудиальные мудборды. Это такие плейлисты из кусочков разных-разных вообще произведений музыкальных. Это могут быть саундтреки из игр, саундтреки из фильмов, мультфильмов. Это может быть мюзикл, это может быть реклама какая-то, это может быть просто трек какой-то группы или исполнителя. Если мы считаем, что какую-то определенную гипотезу из нашего вот этого концепта либо какую-то определенную ассоциацию, которую разработчики хотели бы вложить в голову своей аудитории, можно раскрыть с помощью какого-то определенного музыкального входа, либо каких-то инструментов, либо как-то вообще вайба, назовем это так. Мы берем вот этот вот кусочек музыки и добавляем в клейлист. Собственно, мы формируем вот такие аудиальные мудборды и потом отслушиваем их вместе с клиентами для того, чтобы понять, как же мы будем передавать ту или иную идею, либо гипотезу реализовывать. опять же, одна и та же ассоциация, но и то же слово может выражаться абсолютно разными вообще, ну, как бы музыкальными инструментами, но я не имею в виду здесь инструменты, на которых играют, инструменты в целом как вообще значение. То есть, например, мой любимый пример это лидерство. Это больше сферы аудиобрендинга, когда бренды работают, многие из них хотят быть лидерами, в играх это реже встречается, но это такой классный наглядный пример, то, что лидерство может быть такое большое, массивное, уверенное, мы поглотили весь рынок, и поэтому играют такие большие барабаны и все такое, а лидерство может быть другое, лидерство может быть типа мы очень последовательные, мы очень такие вот постоянные, мы имеем какую-то вот свою стратегию, которой мы и придерживаемся, и это может быть условный арпеджиратор какой-то, ну, то есть, типа, разные бывают штуки, и, соответственно, когда мы составляем аудио-мутборды, мы думаем о том, как разными способами можно передать одну и ту же вообще идею либо гипотезу, и потом вместе с разработчиками определяем, что больше подходит для проекта, не что нравится разработчикам, не что нравится нам, что реально подходит для проекта, и при этом как бы будет классно резонировать с аудиторией, при этом отличаться от конкурентов. Соответственно, благодаря вот этим мутбордам мы подбираем вообще какой-то изначальный наш лексикон музыкальный, то есть инструменты, тональности, вот эти все штуки, вот, и при этом еще мы выстраиваем какие-то границы, то есть у нас в итоге получается, грубо говоря, два плейлиста, один плейлист, который, вау, классно будем на вот это равняться, а второй плейлист, это вот это точно нам не подходит, и между этими двумя плейлистами мы уже имеем пространство для нашего какого-то креативного процесса. Собственно, на основании всей этой информации мы создаем несколько демок аудио ДНК. Аудио ДНК это по факту центральная вообще композиция продукта, которая вмещает в себя все ценности, все обещания, всю вообще уникальность, идентичность вот этого продукта, она вот эта композиция в себя, собственно, и вмещает, и определяет, как будут звучать все остальные вообще ассеты вот этого продукта. Соответственно, в случае игрового продукта аудио ДНК это главная тема игры. Соответственно, мы создаем несколько демок. Для чего? Опять же, для того, чтобы убрать вот этот вот момент субъективщины с нашей стороны, чтобы не было такого, вау, мы обожаем вот эту композицию, мы хотим вот только, чтобы она попала в игру, и нам плевать, если она плохо будет перформить с аудиторией. К сожалению, у многих аудиоспециалистов есть такое, мы с вами раньше чем-то подобным грешили. Сейчас мы создаем несколько демок, во-первых, для того, чтобы убрать субъективщину с нашей стороны, во-вторых, для того, чтобы убрать субъективный взгляд со стороны разработчика, то есть без предпочтений мы работаем, мы работаем только с тем, что подойдет аудитории, подойдет проект, либо не подойдет. Ну, и в-третьих, это помогает нам еще находить какие-то нестандартные подходы для выражения одних и тех же гипотез, опять же, либо идей. Собственно, среди этих нескольких демок выбираем лучшую демку, как я уже сказала, основываясь на том, как оно работает в контексте продуктов, в контексте общей идей, насколько хорошо оно это передает, насколько хорошо оно попадает в это все. И, собственно, потом мы делаем адаптации этой ДНК, то есть, естественно, мы доделываем тему главную, потом на основании ее делаем все остальные адаптации для всех остальных ассетов, то есть это как будет звучать музыка остальная в игре определяется, как будут звучать звуки, в какой тональности они будут звучать, что там, какие фактуры используются, как будут звучать джинглы, как будут звучать трейлеры, как будет звучать диджитал контент. Все вот это определяется главной темой аудио ДНК, и именно это обеспечивает вот эту консистентность для аудитории, то есть аудитория не слушает разношерстные SFX-ы, музыку с разным уровнем громкости и так далее, как бывает, например, если не очень грамотно подбирать со стоков какие-то ассеты готовые. То есть аудитория получает очень предсказуемый в хорошем смысле, то есть прогнозируемый, не предсказуемый, как типа, а, ну ничего интересного, а как прогнозируемый опыт, прогнозируемые ассоциации, очень однородные, и человеку легче проживать тогда этот экспириенс, легче формировать какие-то определенные, опять же, прогнозируемые ассоциации, то есть вообще это очень классно работает в итоге на, в целом, на customer, скажем так, experience. И, естественно, мы всегда тестируем, когда есть возможность, к сожалению, не у всех разработчиков есть эта возможность, но все чаще, как бы, мы к этому обращаемся, то есть плейтесты обязательно должны быть, надо смотреть, как аудитория реагирует, что нравится, что не нравится, что возможно поменять, то есть особенно, например, для имплементации это важно, то есть чтобы ничего не выпирало, чтобы все хорошо воспринималось, ну и, естественно, тестировать, какие эмоции, ассоциации формируются у аудитории. Ну, для чего же это все надо? Все это надо для того, чтобы сформировать вообще эмоциональную привязку с вашим продуктом у аудитории, а еще первично для того, чтобы получить внимание этой аудитории, естественно, для того, чтобы вы смогли заработать деньги с помощью своего игрового продукта. Плюс еще огромный такой классной музыки, классная я имею в виду, опять же, это имеется в виду эффективная, потому что ее можно монетизировать, можно на мерче ее продавать, условно, винил, сидишки, кассеты, финансовые вложения нужны, но зато очень классно это перформит, и каждый релиз это дополнительные деньги, вспомним тех же Ubisoft с Valhalla, и вспомним Kadima Productions с Death Stranding и миллионом релизов, это все, все деньги, которые капают. Награда за донат, например, в случае опять того же Trash Span, с которым мы сейчас сотрудничаем, на краудфайдинге они пообещали своим как бы людям, которые поддержали проект, они пообещали потом в хорошем качестве скинуть готовый саундтрек, прекрасно. DLC аддон, это случай со Steam, случай с, по-моему, Бог тоже разрешает, то есть, когда выходит игра, можно это сделать отдельным продуктом, в случае Guide 2 мы тоже это сделали, это было очень фаново на самом деле, потому что саундтрек вышел почти через год, то есть, год спустя после релиза игры, мы думали, что это будет не очень классная практика, а нет, сработало очень классно, потому что снова вовлекло аудиторию в обсуждение проекта, и даже люди говорили, типа, блин, я уже купил музыку на Bandcamp, но фиг с вами я куплю ее еще и здесь, то есть, это очень классно, помимо дополнительной монетизации, это также дополнительное внимание к вашему продукту. Собственно, на этом у меня все, я была очень рада, что вы меня послушали, я надеюсь, было интересно, спасибо за внимание, я готова отвечать на вопросы, если они есть. Спасибо большое, Русанна, за прекрасную презентацию, сейчас мы переходим к вопросам, и хочу напомнить нашим зрителям, что вопросы нужно оставлять в чате. А пока первый вопрос, можно ли сказать, что сейчас музыка для игр находится на том же уровне, как и для кинематографа, это настолько же поэстижно для композиторов? Я думаю, что тут, как бы, смотря, как посмотреть, и смотря, у кого спросить, я думаю, что в условном том же Голливуде пока еще есть снобское отношение от кинокомпозиторов в сторону игровых композиторов, потому что это все-таки еще не стоит, мне кажется, в их сознании на одном уровне. Но для аудитории, мне кажется, это, в общем-то, уже что-то наравне, зависит, конечно, от тех тайтлов, над которыми работал композитор, но, в принципе, мне кажется, вот среди аудитории это где-то уже один уровень крутоты, особенно если, условно, работали там над ААА какими-то сумасшедшими тайтлами. то есть это классный способ попасть вообще в какие-то высшие эшелоны, скажем так, известности в этой всей сфере. Но, опять же, тут смотря у кого спросить. Для кого-то это суперкласс, престижно и очень здорово, для меня, например, а для каких-нибудь композиторов старой школы вы не будете считаться, то есть игровой композитор не будет считаться композитором вовсе. Ну, типа, тебя же не исполняет консерваторию, значит, ты не композитор. Ну, то есть, смотря у кого спросить. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Вы говорили про аудио создавать для игр по типу ферп, фей-то-плей и подобных игр. В отличие от глубоко сюжетных. Немножко обрывалась связь, я повторю вопросы, если я все правильно поняла, речь идет об аудио ДНК и насколько она нужна не глубоко сюжетным играм, а всяким фермам, фри-то-плей и так далее. Да, и насколько сложно вообще создавать подобное. Вот, например, всегда работали с такими играми более сюжетными, где нужно создавать атмосферу музыку. Я считаю, что как бы экспириенс игровой надо создавать везде. Условно, я уже упоминала, что гиперкэжу это не очень нужно, потому что это продлевает этап разработки вообще игры. Гиперкэжу там короткий цикл создания игры, там типа две недели и готово, пошли следующие. То есть там это не нужно, потому что это слишком, скажем так, неуместно. но для ферм и так далее, где длительные игровые сессии, где долго поддерживается этот продукт, где он много-много времени находится на рынке, и много им занимается сам разработчик, это важно. В нашем случае у нас есть случаи, когда мы типа ферму вот недавно сделали тоже с концепцией, да, там она была еще не в таком расписанном состоянии, как, например, мы сейчас делаем для симулятора жизни животных, хотя казалось бы, зачем симулятору жизни животных концепция, прописанная ДНК и так далее, но ферме было чуть попроще, но она классно показала себя на тех же плейтестах, я не знаю, сейчас уже вышли они в глобал релиз или нет, но на плейтестах аудитория была просто типа в восторге. И, кстати, на тех же плейтестах выскочили некоторые креативные баги как раз-таки звуков, и мы переделывали там, потому что были ненужные ассоциации, то есть это классно бы работало, то есть нормально бы работало, но были бы ненужные ассоциации, мы как бы паримся над тем, чтобы все было очень прогнозируемо. Соответственно, если стоит задача поддерживать продукт долгое время, если стоит задача долгое время монетизировать этот продукт и вообще упарываться тем, что вы даете людям, это важно, и это по факту не так уж и сложно. Самое главное знать, что и зачем вы делаете и для кого. Из нашего опыта есть как минимум несколько таких игр вообще без сюжета, вообще без сюжета, где прекрасно это сработало, я думаю, будут работать и дальше. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Да, спасибо. Следующий вопрос. Музыка записывается с помощью реальных инструментов или же программно, или же это комбинируется? Мы живем в прекрасном 21-м году, уже скоро 22-м, когда все, что угодно можно делать на компе, даже без живых инструментов. Тут зависит опять же от задач, от задач, которые стоят перед не только перед аудиоспециалистом, но и перед вообще продуктом в целом. Мы часто используем комбинированный подход, то есть какие-то инструменты записываются типа оркестра, потому что пойти записать оркестр на самом деле не так уж прям, что-то сильно сложно, есть специалисты, которые помогут с этим, и это можно организовать, хоть дистанционно это можно в пражском оркестре записать, но это стоит очень больших денег. И очень часто разработчикам не нужны эти дополнительные вложения десятков тысяч долларов, если у них не стоит задача как-то репутационно, имиджево поднять эту историю. В принципе, сейчас люди с прямыми руками, хорошим слухом и вообще нормальным опытом и на виртуальных инструментах могут написать очень классно звучащую музыку. Живые инструменты, опять же, добавляются по мере необходимости, по мере того, что должно быть вообще в музыке, какие ощущения должны быть. условно, иногда мы бас, у нас бас может быть синтетический. Я отвечаю так более детально, потому что мне кажется, что человек задал вопрос, который чуть-чуть шарит в музыкальной теме. Перче бас иногда бывает у нас синтетический, потому что такая задача стоит перед музыкой в проекте. А иногда мы пишем, заморачиваемся и пишем супер классный живой груб бас такой, потому что нужно передать вот это ощущение груба. Соответственно, все упирается в задаче. Этим и прекрасен маркетинговый подход к аудио. Спасибо. Следующий вопрос. Ваш топ-3 музыкальных тем в играх? Еще раз. Мой топ-3? Я прослушала? Извини. Ничего. Ваш топ-3 музыкальных тем в играх? Ой, ну это сложно, потому что, блин, очень много классных. Я очень люблю тему из главного меню Horizon Zero Dawn. Извините. Вот, мне очень нравится, она очень эмоциональная, мне очень-очень нравится, мне нравится BB, BB T-Hebe из Death Stranding. Что мне еще нравится? Ха. Сложно выбрать, на самом деле. Я очень люблю, как звучит, давайте так, я люблю, как звучит мобильная игра To Dots. Почему нет? На самом деле, это не топ-3, это просто вот то, что топ-of-mind у меня есть, то, что я могу быстро вспомнить, так-то гораздо больше классных игровых саундтреков, которые мне нравятся. Хороший вопрос, спасибо. Все вопросы хорошие, я просто иногда забываю поблагодарить. Спасибо. Думаю, мы еще успеем ответить на один вопрос. Как вы работаете с композиторами-фривансерами, какой формат контактов, и как вы защищаете авторское право на их музыку? Ну, мы работаем, собственно, с композиторами-фривансерами мы не работаем. Все у нас люди, которые работают у нас в агентстве, их не так уж и много, все работают по факту удаленно, и, естественно, мы все работаем по контрактам, где прописаны вот так же условия передачи прав интеллектуальной собственности, и точно так же это оговаривается с нашими клиентами, какие права и в каком объеме они будут получать на финальный результат. Поэтому, я не знаю, мне кажется, это не совсем релевантный мне вопрос, но, да, надеюсь, я хоть как-то на него ответила. Мне просто кажется, что я не могу разглашать информацию из наших договоров, потому что там есть пункт про конфиденциальность. Возможно, еще на один вопрос успеем, все-таки еще один будет. Как провести первый музыкальный плей-тест? Сделали несколько уровней, написали их, а что делать дальше? Как вы организовываете этот процесс? Ну, тут зависит, на самом деле, очень много от возможностей разработчика. Мы, например, если речь идет о главной теме, либо даже о музыке для отдельных уровней, лично нам очень нравится проводить анкетирование на вопрос того, вообще правильно ли считываются ассоциации, которые мы закладывали в эту музыку, считываются ли, и есть ли какие-то дополнительные негативные ассоциации, которые считываются. Ну, это на самом деле анкетирование, которое проектируется в зависимости от потребностей, опять же, проекта, там есть какие-то контрольные варианты, понятное дело. Я не слишком компетентна в проведении исследований, тут скорее к QAщik нужно идти, но, опять же, анкетирование грамотно составленное для того, чтобы понять, какие ассоциации создаются. По поводу QA-тестов надо смотреть, нужно что отслеживать, нужно отслеживать, насколько музыка, ну, короче, насколько музыка добавляет что-то в Experience игровой, то есть, грубо говоря, тестировать с музыкой и без музыки и оценивать Experience, просить людей оценить, как они оценят его, вот, опять же, с и без музыки, смотреть, насколько, если у вас одна, условно, композиция в цикле, и у вас, например, сессия, которая долгая и долго длится этот цикл, смотреть, насколько быстро он может наскучить, это тоже важно смотреть, но, опять же, тут зависит очень сильно от специфики игры, где-то это вообще не важно, самое главное смотреть, чтобы людям не было скучно и для того, чтобы у них не было явного отторжения от музыки, открытые вопросы, глубинные интервью тоже помогают очень классно разобраться с тем, что люди чувствуют по отношению к музыку. Вот. Плайтесты особенно важны для того, чтобы оценить скорее, как человек взаимодействует, например, со звуковым дизайном, потому что он дает в основном фидбэк о процессе игры, то есть, насколько человеку понятен интуитивно этот звуковой дизайн и насколько звуковой дизайн хорошо соотносится с музыкой. музыку я бы тестировала не так как бы пресс-киплыва, что ли, в условиях поэтестов. Я бы музыку тестировала такие глобальные какие-то вещи. Спасибо большое за ответ. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо Руслану вам за презентацию и за ответы на все вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok